Впервые за долгие годы в Одессе открыли школу. Европейский лицей расположен на улице маршала Говорова 8А. Сегодня здесь начали обучение более 500 школьников. Побывала на открытии лицея наша съемочная группа. В Одессе к новому учебному году открыли школу. Европейский лицей расположен в окружении высотных домов на улице маршала Говорова. Посетили торжественную линейку мэр города, губернатор, глава облсовета, народный депутат Украины от Приморского района Одессы, а также депутаты горсовета. Сегодня в Одессе действительно праздник. Первая школа такого уровня. Я думаю, что нужно поставить за планку, за положенное, за стандарт, чтобы в Одессе были такие школы. С применением всех современных технологий, с такими широкими просторными коридорами, со светлыми классами, со всеми технологиями, как я уже сказал, энергосберегающими, с абсолютно новой системой безопасности, пожаротушения и другой безопасностью. Все эти технологии, все это использовано в этой школе, в новой украинской школе. Если мы думаем о будущем, то в первую очередь нужно строить школы и садики. Я думаю, вообще мы должны поменять строительную политику. Жесткий контроль со стороны государства. Жесткий контроль должен быть со стороны органов местного основного управления при проектировании жилья. Вот как можно спроектировать было жилье без того, чтобы обязать строителей построить социальный объект. Я как народный депутат вижу, что это необходимо сделать. Я считаю, что нам нужно внести соответствующие изменения в несколько законов, которые регулируют эту сферу деятельности. В новом учебном заведении учтены требования инклюзивного образования, то есть совместного обучения и воспитания здоровых детей и школьников с особыми потребностями. Наша школа отличается насамперед тем, что наша школа святла, простора, в ней великые коридоры. Наша школа имеет великую актовую залу на 250 мест. В нашей школе два великих спортивных зала. В нашей школе в едином месте Одессе есть лифт. В нашей школе есть пять подъемников для людей с обмеженными возможностями. Мы постарались совместить абсолютно стандартные бытовые потребности учеников. Потребность одна – это комфортные условия с нашим вкусом, нашими знаниями и возможностями. В общем-то, вот что получилось. Здесь весь секрет, наверное, в том, что мы постарались не сделать ничего лишнего, а то, что сделать, сделать качественно, исполнить из качественных материалов по новым технологиям. Лицей Европейский рассчитан на тысячу человек. Сейчас в школу пошли около 500 учеников. В новом учебном заведении 20 классов, 4 из которых для первоклассников. Для самых маленьких день знаний в новой школе – это особенный праздник. С нами они поделились своими впечатлениями и рассказали стихотворение. Я сегодня ночью почти не спала, так я хотела пойти в школу. Первое сентября – это новых знакомств день и еще новых знаний день. Ну и праздник очень большой. Здравствуй, школа! Здравствуй, осень! Здравствуй, наш любимый класс! Пусть нам лето, жаль немного, мы грустить не будем зря. Здравствуй, знания дорога! Здравствуй, праздник сентября! Европейский лицей в Одессе построен с нуля. Депутатская фракция Украинской морской партии на сессии Одесского городского совета проголосовала за выделение из бюджета города более 200 миллионов гривен на возведение объекта. Напомним также, что по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова в Приморском районе на улице Академической, 30, продолжается строительство первой в нашей стране общеобразовательной церковно-приходской школы, рассчитанной на тысячу учащихся. Масштабный проект включает в себя крытый и открытый спортивный комплекс, бассейн на шесть дорожек, просторный актовый зал, школьную столовую и классы с высотой потолков 4 метра. Главная особенность в том, что школа ориентирована на духовное воспитание молодежи. На территории комплекса будут располагаться два храма – Сергия Радонежского и Иоанна Богослова. Школа не строится за год, за два. Тем более мы строим целый комплекс. Мы ее называем «Школа будущего». И, знаете, для меня здесь интересно было и поучитель. Я обратил внимание на пожарную сигнализацию. В школе мы сейчас только проектируем ее. И для меня важно было посмотреть безопасность. Также сейчас в городе готовят план строительства нового современного детского сада, который будет находиться в Приморском районе Одессы. Наталья Апара, Роман Клейн, Наталья Долбыш, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».